Перед началом викторины небольшой разогрев, обзорная экскурсия по выставочным залам. Сотрудники музея освежили знания ребят истории древнегреческого города Горгипия. И тем, кто внимательно слушал, викторина далась довольно просто, ведь в основу вопросов легли сведения об артефактах, найденных на территории заповедника. Спортивные состязания, проходившие в Горгипии в 3 веке до нашей эры, были посвящены Геракху, Гермес, Дионис, Дерс. Всего ребятам предстояло ответить на 24 вопроса. Между собой соревновались студенты сельскохозяйственного техникума и медицинского колледжа. Также в викторине приняли участие и гимназисты Эврики, но вне зачета, ведь праздник студенческий. Однако гимназисты-пятиклассники дали фору студентам, первыми ответив на 12 вопросов. Впрочем, неудивительно, ведь ребята учатся в классе с историческим уклоном. В пятом классе нам добавили новые уроки, и одним из самых главных для нас показался, история нашего края очень важный предмет, и поэтому мы решили, что будем заниматься историей. Потом открылся кружок археологии, и мы с радостью пошли туда. Как раз в этот же момент мы узнали, что нам дается такая возможность посетить этот музей и узнать побольше о нашем крае. Официальными победителями викторины признаны студенты медицинского колледжа. Они ответили на 7 вопросов. Сельскохозяйственный техникум на втором месте. Мы предварительно провели ознакомительную экскурсию по музею. Интерес, была тишина, более 50 человек было. Смотрите, тишина в зале была, то есть людям было интересно. А мало того, что мы намеренно эту экскурсию проводили, чтобы хотя бы многие незнакомые, неинтересно, возможно, им было. И мы основные какие-то вещи из истории, основные понятия по нашему городу, мы, конечно, рассказали. Все участники викторины получили памятные подарки, блокноты и комплекты открыток с самыми яркими фотографиями археологического музея. Руслан Душевский, Анапа. Регион. Руслан Душевский, Анапа.